Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ, сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, как всегда в это время говорим о текущей ситуации на финансовых площадках. И тема такая сегодня, российский фоновый рынок, весна началась. Это еще не все, с распродаж. Ну, уже отрадно, что весна началась, это действительно так, а потом слово распродажа, я так что-то подумал перед эфиром. В контексте приближающего 8 марта распродажи выглядят не таким уж и плохим, словом, никаким уж и негативным. Сейчас во многих крупных универсальных магазинах сезон распродаж перед праздником. Может быть, кстати, с этим связать падение, как минимум, сегодняшнего отечественного рынка или падение нескольких дней. Ну, посмотрим, поговорим, подумаем. В гостях сегодня говорить и думать будут Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Миша, добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными мнениями на этот счет. Также есть адрес компании, сайт компании финам.фм. Вы можете свой вопрос написать. Мы его прочтем и обязательно на него ответим. Ну и начинаем мы наш эфир традиционно с картины «Масло 18.05» в Москве. Что происходит сегодня на основных финансовых площадках? Ну, наверное, стоит с Китая начать. Да, он упал сегодня на 3,6%. Шанхай Композит упал сегодня больше, чем на 3%. Вот, видимо, есть для этого основания, разочарование участников рынка статистикой китайской. Никей, тем не менее, 225-й не поддержал своего старшего, младшего, как правильно сказать, Саша? Старшего брата, младшего брата. Коллег по цеху. Коллег по цеху не поддержал. Вот, и отрос, ну и скромно, но тем не менее на 0,3%. Значит, сегодня на нашем рынке в основном преимущественно, да, в основном господствует отрицательный динамик. РТС теряет 0,6%, также примерно ММВБ. Значит, РТС 1499, вот он сражается с отметкой 1500. И ММВБ 1464 в моменте сейчас. Европа также в небольшом минусе, полпроцента теряет индекс английский. Фудси 100, ну и посмотрим через полчаса, как откроются американские площадки. Надо отметить, что закрылись они достаточно уверенно. Ну, пятницу я имею в виду. Значит, смотрим на сырьевые рынки на Форекс. Нефть марки Брент в районе 110 долларов, сейчас чуть ниже, 109.40 за бочку. Золото продолжает волатильную торговлю в узком диапазоне, 1576 его текущий курс за унцию. И надо сказать об индикаторе рынка Форекс. Он тоже так пытается пробиться ниже отметки 1.30, но пока у него это не получается. Кстати, фунт-доллар тоже спустился в пятницу, снизился в район психологически важной отметки 1.50. И вот сегодня отскакивает все-таки от этого уровня. Ну и набор голубых фишек в основном в красном все сегодня. Лидеры падения АвтоВАЗ 2,2%, НЛМК 2,2%, почти 2% Северстарь теряет по проценту с небольшим Газпром и ГМК Норникет. Вот такова ситуация на финансовых площадках. Значит, мы начинаем. Давайте разговаривать, собственно. Итак, весна началась. Весна, кстати, и погода-то не особенная. Ну и на отечественном рынке как минимум распродажи. Что все-таки, если сравнивать, как Саша сказал, с коллегами по цеху, не везде динамика-то отрицательная. В частности, американцы, тем не менее, все-таки закрываются сильно, уверенно и растут. Саша, с чем это связано? Почему такая раскорреляция, отсутствие взаимосвязей между коллегами по цеху? Тем более, что одна из значимых проблем, связанных с американскими как раз историями, в данном случае, это секвестр. Кстати, если можно, расскажи поподробнее. Что там все-таки? Договорились они с секвестром? Ну, по Америке секвестр это сокращение расходов бюджета, вынужденное сокращение. То есть, директивное сокращение, не просто какое-то такое, а целенаправленное сокращение расходов. Естественно, на этом фоне львиная доля, значит, сокращение расходов госбюджета США с 1 марта, по-моему, там по октябрь, да? Где-то примерно так, составляет 85 миллиардов долларов, и львиную долю из этого сокращения приходится на военные расходы. Ну, социальные расходы тоже там идут под нож некоторые. Вот, и, в принципе, ну, конечно же, это неприятно. Собственно говоря, вот мы по эту неделю открыли со снижения, потому что мы начали день с того, что мы фьючерсы на Америку показывали снижение почти на полпроцента. И поэтому, вот, практически с утра мы находимся, наш рынок акций, европейский тоже, торгуется в красной зоне. Почему-то вдруг с начала этой недели инвесторы решили обратить внимание на это страшное слово, секвестр, там что-то там выходные американцам не удалось в очередной раз договориться, ну, хотя это было понятно уже и месяц назад, и две недели назад. Они не особенно, да, стремятся. Да, ну, тем не менее, вот именно сегодня вдруг что-то там у них такое щелкнуло, и вот вдруг что-то начали они отыгрывать эти новости задним числом, хотя уже секвестр уже идет достаточно давно, за декабря месяца. Вот данные по четвертому кварталу по ВВП США, они как раз и отражают то, что наибольшее снижение уже тогда, уже в четвертом квартале, в ноябре-декабре понесли в себе расходы на оборону в Америке. Поэтому там было серьезное сокращение, поэтому ВВП вместо роста в четвертом квартале на 1%, как ожидали рынки, он сократился на 0,1%, ну, вот по первой оценке. Вот, и поэтому вот такая вот, рынки тогда на такие вот данные страшные достаточно не прореагировали. У Америки своя тема растущая, у них там деньги пришли в американские активы, еще, судя по всему, пока что они особо не торопятся из них выходить. Вот, поэтому здесь сложно сказать, когда вот эта вот тенденция закончится, поскольку, вот если вспоминать прежние года, вот стоило бы выйти данным плохим по ВВП, рынки моментально отреагировали бы, там, полутора-двух процентов падения. Ну да, как минимум, это было бы более-менее так устойчиво, да. Ну да, а то вот выходит данные, когда вот они вышли первой оценкой ВВП США, рынок фьючерс дернулся вниз там немножко раз, а потом как-то мне уже все уже выкупили, ну что это такое. Это вот, это последствия, вот это вот перманентный КУЕ, который они там постоянно запускают для того, чтобы стоимость активов не падала. Стоимость активов высокая должна быть, должна сохраняться, по мнению руководства ФРС, поскольку на фондовый рынок в Америке завязано слишком много не, ну как скажем, не монетарных факторов. Это и потребительское доверие, и уровень расходов, и уровень, там, допустим, даже, может быть, рочных продаж, и инвестиций. В общем, много факторов завязанных. То есть для простого американца фондовый рынок это что-то... Это не то, что для нас. Для нас, да. Да, у нас там полтора процента населения, да, а у них там 55-60 процентов населения на фондовом рынке. И, наверное, поголовно все знают приказ, что такое фондовый рынок, и что он означает. Да, они знают, что такое Russell 2000, что S&P 500 знают, там болеют какие-то за свои команды, потом сотрудникам компаний, как всегда, которые торгуются, и их много, они из разных секторов представлены, так как у нас там 70 процентов рынка это сырьевые компании. А там различные секторы рынка представлены, частные компании. Естественно, мотивацию сотрудников проще всего в Америке делать через опционные программы какие-то, да. Поэтому вот на фондовый рынок очень много завязано, и чем выше будет стоимость активов на фондовом рынке, тем лучше будет ситуация с жильем, потому что тоже это такой актив, на который многие обращают внимание, тем увереннее будут себя чувствовать себя будут американские потребители, на бытовом уровне. А вот они, собственно говоря, должны, они и составляют этот бытовой уровень потребительских расходов, составляет 70 процентов американской экономики. Спасибо, спасибо. Ну, собственно, исчерпано, о чем мы говорим. Миш, у меня к тебе вопрос по Китаю, ну, традиционно, и тем более после сегодняшнего падения. Единственное, что у нас осталось немного времени до новостей, но начать мы, тем не менее, сможем об этом разговор. Чем вызвано то, что сегодня... Ну, сегодняшнее падение там вызвано прежде всего одним сектором, соответственно, сектором строительных компаний. Из-за того, что был сделан тонкий намек, что на рынке недвижимости грядут ужесточения в плане процентных ставок по ипотеке, требований по выдаче, да, и вплоть до налогообложения доходов от, соответственно, продажи недвижимости и так далее. Вот, поэтому сегодня там компонент, соответственно, девелоперов в Китае, он там рухнул, большие статьи были. Именно рухнул, да? В Бумберге, да, ну, там 9-10 процентов, по-моему, это зубиндекс этих компаний упал. Ну, и утянул, соответственно, за собой весь рынок, да. Это вот, в общем-то, основное событие. Ну, в целом, если охарактеризовать статистику по Китаю, то пока нельзя больших выводов делать, потому что там у них вот этот смещенные большие праздники в этом году, но опять не совпали, там, январь-февраль в том году был в одном месяце, в этом чуть-чуть в другом. Поэтому данный год-году, там, так, сезон непонятно, как сглаживать, вот. Но в целом пока, если уж по факту, да, то PMI строительного сектора, который выходил в конце прошлой недели, он, в общем-то, стагнирует, по сути, около отметки 50 пунктов. 51 вышел, до этого 54, то есть, в общем-то, он намекает на то, что дальнейшего какого-то существенного больших темпов восстановления мы не увидим в Китае, да. Чем были показаны там в предыдущем месте, в лучшем случае. Вот. По сектору услуг тоже есть, соответственно, некоторые торможения. Ну, мы продолжим, да, это интересная тема, более подробно поговорим, ну, уже после новостей, новости на Финам. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка, и Александр Потавин, начальник аналитической службы РГС управления активами. Мы смотрим сегодня на то, что происходит на финансовых рынках, говорим о рынке фондовом. А для вас есть еще раз напоминание 6510996, код Москвы495, это телефон прямого эфира и адрес компании финам.фм. Миша, если позволишь, я вновь к тебе и по поводу Китая продолжим. Вот история с девелоперами, да, с строителями, они получили, начал ты, по крайней мере, свой рассказ, получили сигнал такой непрозрачный, да, что могут ужесточиться условия их работы, как минимум. С чем это связано и почему это так? Ну, на самом деле, я помню, еще месяц назад эти разговоры уже начали ходить, просто как бы, чем больше, в общем-то, слухов появляется, тем больше их принимают во внимание. Ну, конечно. На начальном этапе, соответственно. Слабо действовал, но я помню, когда первые такие слухи появлялись, тоже там, конечно, не как сегодня, там, 9-10%, но там, 2-3% они за день. Ну, реагировали, да. На этих, да, новостях. Вот, ну, вызвано это тем, что в некоторых городах в последний месяц, в общем-то, там, в последний месяц, я не помню, может быть, даже несколько месяцев, прекратилась, в общем-то, отрицательная динамика, и где-то даже какая-то положительная возникла. Это очень не нравится, соответственно, властям, потому что, соответственно... Динамика рождает цен на недвижимость. Цен на недвижимость, да, в определенных городах, соответственно, там, отслеживается, по-моему, в 70 городах, провинция, динамика цен. Вот, и, соответственно, на фоне того, что, в принципе, ситуация, можно так сказать, в экономике стабилизировалась, да, за последние, там, 3-4 месяца, да, кто-то увидел в этой стабилизации признаки дальнейшего большого восстановления, соответственно, там, я, в принципе, более консервативно постоянно был настроен, что это, в общем-то, такой небольшой такой отскок, а дальше все зависит от дальнейшей политики. Как мы знаем, новая власть и новые лица. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Видя то, что секвестр все-таки реализовался Они, может быть, рассчитывали на то, что все будет Договорятся Last minute deal, как обычно, в стиле Соединенных Штатов Америки И в этот раз работает Вот Ну и это все так красиво совпало В принципе, об этом месяц назад еще говорили Что может быть такой исход в Италии выборов Но вот он так вот прям все сложился Как нужно Для, в общем-то, такой Пазл сложился Рыночные, да, коррекции Вот, поэтому Пока, да, рынки росли, соответственно, с осени Достаточно уверенно И пока Пока мы не пробили, скажем так, уровень 1450, на мой взгляд По МВБ Пока это еще Это еще коррекция Да А проходим 1450, Саша кивает головой И что? И где мы видим тогда индекс МВБ и все остальное? Тогда падение А вот у Михаила очень хороший график Я вот тоже Мы вот его Все время на него смотрим Дневной график индекс МВБ И вот если прочертить Вот соединить нижние точки Все там треугольничек получается Ну вот Движение пока Мы удерживаем движение вверх Вот с тех минимальных точек Которые мы нарисовали 2008-2009 году Если их соединить Вот с локальными точками снижения 2011-2012 И вот как раз То есть восходящий тренд Да, восходящий тренд Да, и вот как раз Вот мы сейчас приближаемся Уже Мы что-то посчитали В около 2% Нам остается всего лишь Вот до уровня там 1450, ну примерно там Где-то там понятно Да, и вот как раз Вот в районе 2% Если мы отпадаем И нас не остановят Я думаю, что фонды Наверное некоторые все-таки Будут резать позиции Потому что в принципе уже Становится критично Потому что раз мы выходим За границу За вот эту Линию тренда Долгосрочные Аж там 4-х летней давности Да, то в принципе Это как-то становится печально Вот, поэтому Ловить дальше Будет сложно Вот, но тем не менее Раз мы еще не дошли Раз у нас там 1470 Какая там сейчас 68, да Вот 63, правда 63 уже Ну вот видите как Близки Вот, близки Да, поэтому Ну есть повод Посмотреть Ну вот те же самые Газпром Если посмотреть Минимум там Прошлой недели Был Когда он там был Тысяча Господи 132 Что-ли Что-то такое 133 А сегодня опять 133 Вроде как были попытки Туда 138 пробить Не получается Да, вот И пока вот сегодня Опять вы откатываемся Вот Показательно, что Последние дни Сбербанк Наконец-то начал Торговаться хуже Показывал слабость Уже рынка Ну да, наверное Хуже, хуже Чем допустим Тот же самый Лукойл Или там Роснефть Вот А в принципе Сбербанк Это индикатор Все-таки Отношений Нерезидентов К нашему рынку На мой взгляд Все-таки Это самая ликвидная бумага Которая Вот Задает Настрой Общий Бенчмарк Для всего рынка Вот Поэтому в принципе Если Сбербанк Продают И Продавливают Если он там Вот там Выдергивают Тогда на 110 Там 115 Пытались А сейчас уже 102 с половиной Ну Вот Мне просто Один мой коллега Говорит Когда он там Был 107 Он говорит Слушай Я хочу на 105 Купить Я говорю Подожди Будет ниже Да Через Три-четыре недельки Ты купишь его Дешевле 100 Сейчас ждем 102 с половиной А Насколько дешевле Кстати Саш Вы знаете Если на график Сбербанка Посмотреть То в принципе У него вот это Движение Такие полволнами У него постоянно Движется Вот у него Потолок роста Там 112 115 Вот за последние Наверное Три-четыре года И снижение Внизу Там его можно Ловить В зависимости От Как бы От стратегии Да Не от стратегии А от жадности От страха От жадности Участников рынка Можно его ловить Или на 93 Или на 88 На 85 В общем примерно так Поэтому вот Пока что Ну по крайней мере Те игроки Которые Те инвесторы Пардон Которые участвовали В СПО Сбербанка Они покупали По 93 Размещение было Потом их правда Это буквально Через там Три недели Акции свозили Там на 88 Да Михаил По-моему куда туда Или на 85 даже Вот Если они не продали Если они не вышли Из этих бумаг Что в принципе Ну явно Что это Была высадка Вот принципиально Да После этого Видите бумаги Ходили там Плюс 15 Процентов Показали Относительно уровня Вторительного размещения Поэтому в принципе Всегда у рынка Есть возможность Выйти из позиции Поэтому в принципе Мы собственно говоря По Сбербанку Это видели А все остальные сектора Если смотреть Но у нас Секунду Вот насчет Сбербанка Тем не менее Смотри В разговоре С коллегой Он хотел по 105 Ты говоришь Подожди Дешевле Может получиться Вот сейчас 102 с половиной 102 с половиной рубля Будет дешевле Мне кажется Да Ниже 100 Видим Ниже 100 Я понял Хорошо Хорошо Значит В отношении других секторов Ты начал Извини Я тебя перебил Других секторов Ну вот смотрите Как Дело в том Что традиционно Российский рынок акций Все таки Представлен Компаниями В основной Своей массе Это циклический Секторов экономики С учетом того Что экономика Китая Темпы ее За последние годы Снижались Перманентно То есть Если мы видели Уровень Роста ВВП Там буквально Там еще Три-четыре года назад Там в районе Там Десяти процентов Двузначные Да Потом уже Потихонечку Восемь Сейчас уже Семь с половиной За радость Вот Поэтому В экономике Еврозоны Она к сожалению Вот сейчас Как Михаил говорил Ну Стагнирует Ну А что они там Делают Ну они подружались Они затянули пояса Вот И то же самое В принципе Вот Можно ожидать Той же самой Ситуации И в Америке Единственное Там Вот это вот То что Американский Вот Центробанк Поддерживает Искусственную стоимость Активов Конечно же Вот это вот У них какой-то Сглаживающий эффект Может быть Поэтому здесь Я сделаю ставку На то что Все таки Американская экономика Она плавно будет Усыхать Вот Возможно Какие-то там Находи Найдутся Компромиссы Какие-то Но Как сказал Обама Даже После того Как он подписал Вот это вот Постановление В секвестре На Вот этот Финансовый год Тем не менее Он готов всегда Переговорам Поэтому если вдруг До чего-то там Они договорятся Он готов переговорам Намекает на то что Никогда не поздно Никогда не поздно Его отменить Поэтому в принципе Вот А у нас видите Как сектора Циклические Поэтому у нас Видите как Нефть В минусе Да Относительно Начала года Промышленные металлы Тоже минусуют У них там Минимальные отметки С начала года Что у нас там еще Удобрения Цены на удобрения Тоже практически Стагнируют Ну по сути своей Не растут активно Да То есть там Наши компании Конечно пытаются Там каким-то образом Дожать И китайских И индийских Потребителей Но по сути своей Вот так выходит Что активного Активного Восстановления рынка Мы не видим А все остальное Телекомы Это мертвый рынок Там ловить нечего Электроэнергетика Мертвый рынок Ловить нечего Там фундаментальные Каких-то показатели Которые бы сподвигли Инвесторов Заходы в рынок Нету Что у нас еще Секторов остается Ну вот какие-то Ну банковский Мы по сути Ну банковский А банковский Сектор тоже Очень интересный Дело в том Что если у нас Сейчас вот Ставки по кредитам С начала года Выросли Если сейчас у нас Пойдет еще Постепенное Зажатие Вот Темпов Роста доходов Населения В России Вот я думаю Что и темпы Роста потребительских Кредитов В банках тоже будет И соответственно Банки Если еще Инфляция Не инфляция Пардон Если еще Уровень заработки Пойдет вверх Естественно Банки будут Потихонечку Создавать Увеличивать Нормы резервирования Поэтому это Соответственно Скажется Негативно На Вот этих вот Показатели Да Показатели Финансов Банках Банковский Сектор Да Поэтому Куда Куда Не Посмотри У нас Помимо Розницы Ну Куда Еще Покупать Магнит Пин Аи 50 Ну Карфор У них Соотношение Гораздо Меньше Там Второй Мир Ритейлер По Величине Ну Я не знаю Конечно Просто От безысходности Инвесторы Вынуждены Покупать Дивидендные Истории И какие-то вещи Которые Более-менее Адекватно Себя Ведут Вот С точки зрения Каких-то Вот Именно Перспектив А все Ну Не лезут Интернет Энергетику Инвесторы Поэтому Там Есть много Нерешенных Проблем Именно Фундаментального Характера Там В частности Регулирование Тарифов Там Решение Проблем Последними Или Там Субсидирование От этих Частного Потребления Ну Там Много Тайных Историй Вот Есть проблемы Неактуально Абсолютно Неактуально Авторы Производители То же самое Там У них тоже Свои проблемы Есть Там Спад продаж Автоваза Да Там Какие-то Есть вещи Да А у Камаза То же самое В страна Вступила ВТО Естественно Там Серый Импорт Грузовиков Идет Там Все такое Естественно Там И объемы Продаж Снижаются И Компания Теряет долю На рынке Поэтому Ну Вот Я говорю Что реально Какой сектор Не посмотришь У нас Не так Их много Это не Америка У нас Там Единственное Кто Мне кажется Интересно Все таки Фармакология Так еще Более-менее Мне кажется Не стреляла Интересный Вот Здорово Миша Ты по поводу Отрасли Какой-нибудь Любимой Одной Или двух На отечественном Рынке Что-нибудь Расскажи Как ты вообще Считаешь Насколько Перспективно Мне кажется Что пока Пока мы Не поросли Настолько Чтобы В общем-то Какой-то Отдельный Рост В отдельных Секторах Безусловно Когда там Рост Или падение Идет на рынках Оно В том или ином Секторе Идет больше Или меньше Но пока Мне кажется Еще первый Эшелон То в общем-то Только вот Несколько Месяцев Порос И то Вот сейчас Он Соответственно Остановился Корректировался Да Поэтому До истории Каких-то Отдельных Компаний Фундаментальных Которых Безусловно Там Можно найти Рынок В общем-то Такой Хорошо И долго Еще подольше Порос Чтобы Инвесторы Уже Как бы Начали тянуться К Более Мелким Компаниям Но с Более Интересными Историями Вначале Я хотел сказать Наверное Надо Чтобы он Хорошенько Откорректировался А потом Начал Этот самый Рост Значит Мы сейчас Прервемся Еще раз Мы послушаем Новости На финам ФМ Потом Итак Друзья Последние 12 минут Отвечаем на Вопросы Один из них Саш Извини Тебе Сразу Вдогонку Юрий Пишет Уважаемые Эксперты Не могли бы Вы подробнее Сказать о фармакологии Вы говорите Что рынок Перспективный А аптеки 36.6 Находится В пике Спасибо Фарматология И аптеки 36.6 Это Разные вещи Немножко Разные Ипостаси Фармакология Это Верофарм А фарм Стандарт У нас Пока Вот такие Интересные Идеи На мой взгляд А аптеки Это Немножко Другой Бизнес В общем Ладно Хорошо Значит Аптеки Мы снимаем Чуть подробнее О фармакологии Вот как минимум Видите Уважаемый Юрий Немножко Мы о разных вещах Говорим Еще раз Фармакология Это На нашем рынке Это кто Верофарм И фарм Стандарт Хорошая компания На мой взгляд Единственное У них бизнес Такой Вот Не циклический Скажем так Защитный Скорее Вот Которая Ориентируется Все таки на То что Население Постоянно будет Покупать Какие-то лекарства За их заменители Крупных Западных Компаний Покупать Дженерики Всякие И в принципе Расчет на то Что Сектор Будет Интересным Вот таким Каким-то Серьезным Ростом Отметиться В этом году Конечно же Не стоит Но в целом Я говорю Что в принципе Ну это из разряда Вечной истории Да Совершенно верно То есть Это ну да Такая вещь Которая В принципе Она будет жить При любом строе То есть Если у тебя Все хорошо Ты как бы Будешь расти Вместе с рынком А если будет все плохо Соответственно Возможно Лекарства Будут требоваться Больше Вот Ну увы Это так Поэтому Здесь Я считаю Ну да Как бы это Цинично не звучало Да Ну по крайней мере Если есть Ну Можно конечно Купить там Акции Какого-то Знаете как вот там Купишь акции Я посмотрел сегодня Допустим График акции КамАЗа Да Вот они там С середины 2011 года Стоят на месте И вот Вот ты Вложился в них И вот думаешь Что там И вроде Компания Это хорошая КамАЗ Мастер Где-то там Выступает Призы берет Таких Вообще Такой пиар Шикарный Мелька И до средств КамАЗ КамАЗ Да Вот тем не менее Видишь Компания не растет Поэтому здесь Вот увы Остается заложником Того Что Ну вот И страну Наводняют Всякие там Левые Схемы Завозки И импортной Техники И доля рынка Теряется Ну в общем Много разных Вещей Вот поэтому В принципе Сектор фабакологии Да Мне кажется Хороший Но это Не быстрорастущая История Я понял Спасибо И теперь Еще одна тема И по ней Есть Несколько вопросов Я уж не буду Цитировать Все Я Процитировал Еще другую историю Я сегодня Вычитал ее В средствах Маши информации Значит Звучит так Это Бывший глава Европейского Центрального банка Жан-Клод Трише Заявил о том Что политика Направлена На ослабление Национальной валюты Может привести К негативным последствиям Не принеся При этом Ожидаемых выгод По мнению Трише Подобная политика Не является позитивной Для всех участников рынка Если все валюты Начнут дешеветь То и в итоге Изменений не произойдет Трише напомнил Что группа Большой Семерки Придержится мнению Что курс валют Должен определяться Фундаментальным показателем А также рынком Ну Как вы понимаете Речь идет Не о чем ином Как о пресловутых Валютных войнах Активным В наступлении Сейчас Да Или как В авангарде Сейчас Банк Японии 19 марта Не далее и как Заканчивается полномочия Унытичного Глава ЦБ Приходит новый Ну или Мы ожидаем Что будет Избран новый Который Как раз Вот этой Политики Очень яро придержит Политический Количество смягчений Уровень инфляции 2% В общем Это может Задать Так сказать Дальнейший тренд На ослабление Японской иены В общем как Вот Ваше мнение Мне очень интересно Как в этой ситуации То есть куда Бедному крестьянину Податься Если все Действительно Ведущие Центральные банки Мира Будут придерживаться Одного и того же Курса Меж Какой толк Куда податься Ну Я не думаю Что все будут Придерживаться Этого курса Не у всех Есть возможности Может По крайней мере Не у всех Такая Может быть цель Потому что Прежде всего Ну то есть Можно играть На порядке Кто в каком порядке Но на мой взгляд То есть прежде всего Это будет интересно Странам Которые соответственно Имеют значительный Экспортный ресурс Для экономики И этот сектор Для них важен Соответственно Япония Это безусловно Китай по прежнему Несмотря на все Старания В общем-то Перекинуться на внутренний спрос А вот допустим Ну в Европе Отдельные страны Германия Соответственно Отдельные промышленные державы Тоже в этом заинтересованы Но сказать Что все Прям У кого нету Как бы серьезных Каких-то экспортных В общем-то Ресурсов Целей Да И возможностей В общем-то Для них В общем-то Это не будет иметь Какого-то большого смысла И Хотя В тех же Соединенных Штатах Америки Сейчас пытаются Пропагандировать Политику переноса Части производства В том числе Эпл Обратно в страну Да Но все равно По прежнему Это в общем-то А кстати Чем это мотивировано? Это мотивировано Ну для создания рабочих мест В стране Безусловно Там новые предприятия Но они же будут дороже По определению Да Даже Ну зато будет Занятость Некоторые улучшения С точки зрения занятости А значит В целом Доходы населения Ну и так далее Вот Поэтому Вот если взять США На мой взгляд В принципе Она там В последнем будет В общем-то В этой валютной войне В этой валютной войне Потому что В принципе Страна потребления Экономика потребления По прежнему У нее нет сейчас Каких-то амбициозных целей С точки зрения Стать экспортно-ориентированной Страной Хотя экспорт есть Безусловно Внутри Американского региона Соответственно В Европе Есть определенный экспорт Которых всего лишь 13% Приходится от всего экспорта Но Это по прежнему Все равно Страна потребления Поэтому Если говорить Конкретно То Я бы в этих войнах Ставил на доллар То есть он будет укрепляться Ну по крайней мере В первых фазах Когда отдельные страны Будут пытаться Соответственно Как-то стимулировать Свой экспорт Соответственно Их валюты Будут слабеть Против доллара Может быть потом уже Что-то поменяет В доллар-иене Сейчас по крайней мере Да Вот Кстати сейчас Очень интересная картина Вообще в принципе Складывается Есть такой Долларовый индекс Которым правда Там основной вес Там Это евро приходится Ну доллар там По-моему К шести валютам К шести да Корзина валют Из шести Вот Он соответственно Сейчас подходит После вот этого Последнего укрепления Подошел К линии тренда Нисходящего Который несколько лет Многолетний Да Ну я вот открыл Не уверен что Соответственно С первого раза Его пройдет Но это в общем-то Такое вот направление Может быть это не связано С валютной войной Это глобально В некоторой степени Связано С какими-то там Глобальными ставками По поводу Возможно В течение года Или полутора Там В завершении программы Куи Ну и так далее Но так или иначе Как правило Если мы смотрим на картинку А потом Так или иначе Обстоятельства Соединенные Штаты Это не та страна Которая будет участвовать В валютных войнах Ради поддержки своего экспорта Она будет здесь Наверное я думаю Одной спасатель Поэтому на первом этапе Я бы как бы На укрепление С этой темой Разбираться Да И при прочих раундах Наверное На доллар Естественно В долларе есть и свои истории С политикой Федрезерва И остальными вопросами Лимита госдолга Рейтинга И так далее Саш Я вот Опять тебя процитирую Получается Если мы на график посмотрим Хотя это не очень логично Все таки мы говорим Что фундаментальный анализ Это первичная История События некая А технический анализ Это тоже картинка На другой стороне Мы смотрим на картинку А потом Как-то Событие Оно подстраивается Вот даже сейчас Я посмотрел Сразу открыл я индекс доллара То что Миша рассказывал DXY который Да Действительно Значит Текущий его Курс Стоимость 82.30 А если Вертикально не провести Линия тренда Этого многолетнего Проходит Через практически 100 пунктов 83.30 По сути осталось Еще немножко И потом Если теханализ Сработает Значит мы Должны Отбой От этой Линии Тренды Индекс Доллара Вниз Значит Соответственно Он слабее Все растут В этом логике Есть Да Безусловно Во всем Этой логике Есть Просто Надо понимать Что Допустим Если акции Это все-таки Какой-то инструмент Все-таки Инвестиционный Инвестиционных Операций Акции Могут Иметь Дивидендные Истории То есть Поздают Какой-то Положительный Кэшфло То Позиции В валютах В золоте Они по сути Своей Ничего не приносят Кроме Вот таких-то Спекулятивных Операций Поэтому В принципе Все вот эти Движения На валютном Рынке Они Идут Лишь из-за того Что одни игроки Играют против Других игроков Допустим Есть какая-то Новость Глобальная Которая Можно Обсосать И из этого Выжать какое-то Движение Все Значит Крупные банки Принимают решение Вкладываться в эту Новость В это движение Ожидание Этого события Вот И на этом деле Раскручивать маховик Вот как вот Джордж Сорс На последнем Движении По японской иене Он понял Что да На этом движении Можно заработать Он долго сидел Без дела Но вот на этом движении Он как бы Сорвал куш То же самое и здесь Вот Но по сути Это с точки зрения Я понимаю Ты с точки зрения Спекулянта Да А с точки зрения Вот инвесторов Вот тут недавно Любопытную статью Прочитал О том что По сути Своей Валютных войн Сейчас нет Вот тот Самин был Который В России Помните В середине ноября Вот как раз Там С Министр финансов Стран Большой двадцатки И Руководители Центробанков Собирались Так вот Там в принципе Вопрос валютных войнов Как таковой Это не поднимался Он поднялся Лишь в той связи Что Не надо Этот процесс Называть валютными войнами То есть вы делаете Своими валютами Все что хотите В рамках Мандатов Своих центробанков В рамках Своей внутренней Валютной политики Только не надо Это называть Валютными войнами Не надо Будоражить Общественность Вот и все По большому счету Центробанк Центробанк Японии Он выступает Так скажем Зачинателем Ну премьер-министр И там Глава центробанка Они являются Проводникам Монетарной Внутренней политики Которая говорит Что нам нужно Обеспечить Темпы инфляции Такие-то Такие-то И при этом Не нужно Называть Таргетов По каким-то Вот именно Курсам Да Вот это очень Принципиальная вещь А дальше уже Рынки уже Сами все растают На свои места И поэтому То движение Которое На валютном рынке Мы бы видим Вот это вот Связано как раз А можно тогда сказать Смотри Вот опять Берем пример Центробанка Японии Условно говоря Монетарные власти Озвучат свою Политику Курс инфляции И соответственно Цель Для того Чтобы этого добиться Нужно Я чувствую инфляцию Вот эта тема Тема с Японии Это она им еще Так отзовется 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 однозначно Потому что у них Стареющее население Падающее промпроизводство И там Стагнирующая стоимость Активов И плюс к этому Сейчас взвинтит Стоимость Импорта Для себя Они же У них не только Цена Национальной валюты Дешевеет У них же стоимость Импорта растет Вот они хлебнут Еще горе Через годик Поверьте Я верю Я вам всегда верю Просто Мысль какая На ожиданиях Да Вот Центральный Мы почитали Фундаментальный Мы говорим Вот Центральный банк Японии У нее такие задачи Эти задачи будут решать Путем ослабления Путской иены Значит Ожидание того Что она будет Падать против доллара И рождают Спекулятивные Да Совершенно верно Хорошо Уважаемые гости Я вас благодарю Давайте я еще раз Представлю вас Сегодня в гостях Сухого остатка Михаил Гонопольский Начальник Энергетического управления Бинбанка И Александр Потави Начальник Энергетической службы РГС управления Активами Собственно Мы обсудили Практически все Что планировалось Даже может быть Немножко больше Ну и традиционно Поскольку программа Ежедневная Встречимся завтра В это же время Спасибо за внимание Успехов на рынке До свидания Продолжение следует